Первый вопрос, собственно, такой. Все тебя знают, в первую очередь, как супругу Руслана Селиманова. Ты стала известна именно на этом таком поприще. Но очень мало тебе информации в интернете, относительно того, кто ты, чем ты занималась до встречи с Русланом. Я, насколько знаю, вы очень давно вместе, до меня такой слух дошел, что вы там чуть ли не больше 10 лет. Да, мы с Русланом очень давно вместе. Мы вместе учились в школе, потом институт, и, ну, как бы вместе стали, как это называется, встречаться стали, да, парой такой. Работа, у каждого своя, профессии абсолютно разные. Какие? Я юрист по профессии, и ничего связанного со спортом. А Руслан чем занимался, какая у него профессия? Он финансист, ну, видимо, поэтому. Благодаря этому хороший промоутер. Он долгое время тоже работал в одной очень серьезной компании, и до сих пор тоже имеет отношение к ней. В какой-то момент времени вот пришла идея с клубом, с промоушеном «Легенда», и вот пошло, понеслось. А что его сподвигло? Был какой-то толчок, или это было просто увлечение с детства? Ну, ну, Руслан вообще, он очень спортивный человек, в принципе, но к единоборствам вот такого вот прямого отношения, насколько я помню, он никогда не имел. Он может заниматься, начать заниматься любым видом спорта, винсерфинг, лыжи, спортивная езда машины. Все, все, что он начинает делать, он делает идеально. Я просто вот тихо в стороночке стою и не понимаю, как, как можно с первого раза, ну, чтобы так все хорошо получалось. И в какой-то момент времени он с Денисом Новиковым, вот когда они познакомились, да, стали дружить, стали ходить в какой-то, я сейчас не припомню, как назывался этот клуб, куда они ходили заниматься единоборствами, он тихонько стал интересоваться этим. Дальше пришла идея с клубом, и прям вот это вот все стало понарастающей, понарастающей. Они тогда с Деном, когда ходили в тот клуб, значит, им кое-что там не нравилось, они говорили о том, что вот надо бы это так бы сделать, это вот так-сяк, и вот пришла идея, да, сделать свое, и вот как раз все отредактировать, все сделать так, как надо. И пошло это, эта идея воплотилась в жизнь, сделали клуб, для меня это был вообще сюрприз. Он вообще не говорил, потому что Руслан, он когда в себе что-то придумывает, генерирует, развивает эту мысль, эту идею, он вот где-то там внутри это все, и он потом должен выдать этот результат. Вот, и впечатлить всех этим результатом. То есть он перфекционист везде, во всем, всегда. Для меня это было очень большой неожиданностью, но такой приятный. Во-первых, это так по-мужски, это все так вот как-то очень красиво, очень брутально. Плюс я сразу подумала о том, что у нас растет сын. Я первая, о чем подумала, что о, думаю, мне не надо будет думать о том, куда я отдам ребенка, в какую секцию. Я первая, о чем спросила, говорю, Рус, а там будут детские секции, ну что-то такое для детей. Он сказал, да, конечно. Это у меня, говорит, прям была первая идея, что весь спорт, он должен начинаться с детей. Если вдруг твой сын увлечется серьезно и решит делать в этой сфере карьеру, как, что ты будешь делать? Это же все-таки, да, мне кажется, для мамы, это со стороны классно, да, что мальчишка занимается, там, выступает. Мне кажется, для мамы это такой стресс должен быть, потому что твоего сыночка бьют. Я буду против, у меня будет такой фурии, которая будет говорить, нет, нет, ни в коем случае. То есть запретишь, да, все равно? Я не представляю, как я переживу сотрясение мозга у своего сына. Одно, когда это детский возраст, и нечаянно он упал, ударился, и то у меня просто сразу. Практически прединфарктное состояние, мой сыночек, как же. Я его все время берегу, практически за ручку хожу, если не за ручку, чтобы не ограничить его свободу, то я вот как-то вот так, all around, я постоянно на вот расстоянии вытянутой руки, то есть когда он где-то падает с качели, я всегда делала вот так, и вовремя его вот так ловила. И у меня это, слава богу, получалось. И какие сотрясения мозга, на которые ты осознанно идешь? Какой вот этот вот удар по печени, нет? Нет. Получается, у тебя вся семья, ты уже достаточно спортивная, да? Тут Руслан там в всю жизнь в спорте, сыночек уже в спорте, да-на-на-давно. Чем ты занимаешься? Периодически пытаюсь ходить в купить наборств, я кроссфитом заставляю себя заниматься, но, знаешь, так вот позанимаюсь пару месяцев, а потом, опа, ой, у меня все болит, тут болит, и тренеры саму Денису говорят, Псенис, Денис, так плохо себя чувствую, там, ну, делал столько делал, там, ремонт, там, это, это. Ой, говорю, извини, прости, скоро, скоро я приду. Ну, но на самом деле я, так как Руслан, конечно, от спорта не кайфую, мне нравится, дозировано, да, иногда, но не как таковое. Я не спортивный человек, а Руслан как-то вот, уже сколько, наверное, более 5 лет назад пытался меня тоже на лыжи поставить, да, с инструктором, все замечательно, все хорошо, вроде бы и получается ведь у меня. На меня блокирует мой страх, я вот смотрю так с горы и думаю, ох, сейчас улечу я куда-то, и что тогда, вот приеду я в гипсе домой, у меня дети, они меня ждут, я приеду, и что, и я не могу себе позволить там 30 дней ходить там в гипсе, ничего не делать, лежать, думаю, ну, конечно, хорошо, я бы книжку почитала бы спокойно, зато, но я вот, вот это я не люблю. Я считаю, что я, я ответственна, у меня социальная такая вот уже нагрузочка есть, у меня есть двое детей, за которых я в ответе, соответственно, я из-за себя тогда должна быть в ответе, а при том, я тоже не очень представляю эту ситуацию, когда мой муж с его степенью занятости приходит домой, мы уже приехали с отдыха, да, и я тут вся такая, вот, все у меня болит, я все себе попереломала, лежу, валяюсь, он с двумя детьми после работы, да, то есть, ну, я тоже считаю, что это не нужно. Вот у нас сейчас с Русланом такая задумка, он обожает, ну, и он, и я, мы обожаем рыбу, мы оба любим животных, но вот дома, в квартире, я считаю, двое детей, и еще когда вот всякие кошечки, собачки, вот их шерстью людям, я побаиваюсь этого всего, и я как-то, тем более, я хотела бы, чтобы у нас еще один или двое ребятишек появились, и поэтому, видите, когда трое-четверо детей, и еще там собачки, кошечки, оу, такая там еще и живность бегает, ну, для меня, я боюсь не потянуть все это, а рыбки, это вроде бы и не те лошистые животные, и за ними тоже надо ухаживать, ну, благо, там ухаживать не мне надо зайти, там люди должны быть, которые профессионалы, знают, что и как, вот, но это невероятно красиво, и детям все равно какая-то живность, она должна быть в доме, да, что-то должно быть. Наташу Бланову завести? А, я ее тут Наташу Бланову эту милую свежаночку накормила оленинкой в Максимбаре, и мне Наташа говорит, ты что, что ты сделала? Она может не пережить это, и я говорю, ой, я такая, боже мой, я помню, я еще писала, и говорю, Наташа, жива, жива собачка наша, любимая, ты сказала, жива, слава богу, говорит, даже, говорит, вообще не в одном глазу, и, говорит, чувствую тебя великолепно, мне было так страшно, думаю, не дай бог с ней что-то случится. До Клуба Диноборс, до промоушен-легенда, Руслан, я так понимаю, что он не был особенной медийной личностью, да, то есть ничего такого, что сейчас его преследует, да, я имею в виду, там, постоянное интервью, съемки, там, не знаю, эфира, мне интересно, вот, несмотря на то, что он перфекционист, да, несмотря на то, что он такой очень уже состоящийся данным-давно, да, бизнесмен, да, и спортсмен, повлиял ли на него эта популярность и известность? Он начал не снизу, он начал сразу сверху, да, и когда ты вот уже здесь, тебе надо сразу себя выстроить, подготовить вот к этой позиции, это крайне сложно, и ты должен вот сразу так вот в струночку и вот суметь вот туда, суметь быть вот таким. Это сложно, но он справляется, но ему помогает, мне кажется, то, что он как человек очень открытый, он в принципе очень позитивный, он может быть уставшим, но когда он общается с людьми, он всегда может взять себя в руки, он всегда может быть позитивным, да, вот, и у него это получается. Он никогда не будет транслировать своё плохое настроение на других людей. Вот такой классической звёздной болезни, да, когда вот, вот это вот, нет, 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 этого нет вообще. Карина, а сама смотришь Шабаи? Да, вот стала смотреть, когда Руслан стал этим заниматься, а до этого я просто не знала, я не знала, если бы кто-то другой, не Руслан смог бы донести вот тоже так до меня, да, например, вот, кто-то бы организовал это шоу-легенда, Вот, и я бы его начала бы смотреть, и мне бы это понравилось, картинка, и меня бы она привлекла, и я уверена, что я бы своему мужу на 23 февраля купила бы вот билеты, потому что это очень мужской подарок, это очень шикарный подарок, и я бы вот это обязательно сделала бы для своего мужа. А какой-то любимый боец, может быть, у тебя есть? Сейчас у меня много, я просто влюблена вот в то, с какой энергией подходит, да, с каким вот зарядом, да, Энрика Гагохи, мне он очень нравится, он очень такой вот прям взрывной, очень такой, он такой харизматичный, он, но он молочина. В чём секрет таких вот даже длительных, да, и хороших, прекрасных отношений между мужем и женой? У нас постоянно идёт какая-то притирка, где-то что-то, что-то я ему говорю, что-то он мне, где-то он мне даёт замечания, какие-то я ему, можем где-то вот что-то немного повздорить по этому поводу, но потом всё равно понимаем, что что мы очень давно вместе, что нас соединяют чувства, что и любовь, и уважение друг к другу, и теперь у нас есть дети, сначала сын, теперь дочка, да, мы понимаем, что, понимаешь, как бы вот любовь, это не только вот эти вот пылкость чувств, да, которая в начале, вот в этот конфетно-пакетный период, да, которая, это любовь-страсть, да, какая-то любовь-желание. Чтобы эта любовь жила долго, наверное, нужна ещё и любовь-уважение, любовь-терпение, любовь-понимание и любовь-желание сохранить эту любовь. Поэтому вот этой разносторонней, разной любви должно быть в тебе много. Сначала ты можешь потерять терпение, но у тебя будет уважение. Потом где-то что-то ещё подкосилось, но ты понимаешь, что ты без этого человека вообще не представляешь свою жизнь, потому что ты его любишь, потому что твои дети на него похожи, потому что вы одно целое, потому что мы уже порой думаем об одном и том же, говорим одно и то же. Поэтому на сегодняшний день я довольна тем, что наши отношения сохранились, что у нас такая замечательная семья, что у нас двое прекрасных детей, что мой муж добился, да, вот всего того, что он имеет, что мы имеем на сегодняшний день. Вот, и, ну, как, я очень этим довольна. Поэтому, ну, надеюсь, что где-то и мне будет ему хватать вот этого терпения, где-то мудрости, где-то спокойства, выдержки, чтобы в каких-то моментах сновелировать. Карин, спасибо тебе большое за интервью, было очень интересно с тобой пообщаться. Субтитры сделал DimaTorzok